привет друзья сегодня будет короткий урок в котором я покажу вам как сделать вот такой эффект для поста в инстаграме сразу прошу прощения за свой голос я в хлам простудился и давайте тогда начнем делать итак первое нам надо сделать скриншот интерфейса инстаграма заходим с телефона в instagram открываем свою страницу делаем скриншот чтобы на экране была вот эта часть интерфейса который обычно располагается под фото отправляем этот скриншот себе на компьютер можно через почту или через любой мессенджер но важно выбирайте режим отправки файлом а не изображением иначе мессенджер сожмет качество так первое что мы делаем открываем наш скриншот теперь выбираем инструмент выделения выделяем вот эту зону где находится описание фотографии правой кнопкой мыши нажимаем по ней transform selection и немножко ее подправим чтобы она ровненько шла давайте сделаем ее 300 ну чтоб ровно было 345 пикселей два клика применить трансформацию теперь нажимаем комбинацию клавиш control джей это мы скопировали наше выделение на новый слой блин удаляем ненужный нам слой теперь давайте изменим размер нашего макета нажимаем здесь image canvas сайс или размер холста или alt control c здесь нажимаем на вот эту стрелочку которая вверху здесь давайте зададим высоту я уже померил 1510 пикселей photoshop говорит что часть нашего изображения обрежется но нам это и нужно продолжайте выбираем инструмент move tool и двигаем вот этот слой самый низ вот так вот если у вас не прилипает вот такой слой краям вот здесь нажмите view выпадающий меню snap to там привязка возможно на русском нужно нажать на кнопку all и нажать на эту галочку snap и еще вверху я хочу сделать немножко белого поля чтобы наш объект выходил как бы за границы сверху и снизу я поставлю направляющую на 90 пикселей выбираю инструмент выделения выделяем эту зону создадим новый слой нажав на вот эту кнопку новый слой и зальем этот слой белым цветом здесь выбираем default colors переворачиваем их белый цвет alt delay залить белым цветом снимаем выделение control d все наша заготовка готова здесь будет находиться фотография мы сделаем так чтобы эта фотография выходила за границы интерфейса открываем наши фотографии я выбрал по моему вот эту фотографию даши перетаскиваем ее photoshop выбираем инструмент опять move tool и перетаскиваем вот так вот в наш макет она большая нужно ее уменьшить но прежде чем ее уменьшать я хочу сделать из нее smart объект так будет проще работать правой кнопкой мыши нажимаем на этот целой выбираем convert to smart объект или преобразовать smart объект в русской версии теперь комбинации клавиш control t и уменьшаем ее немножко так я не вижу где находится локоть относительно нижнего слоя давайте этот слой с даши опустим самый низ вот эти два слоя зададим им непрозрачность да пока неважно какую примерно так выделяем слой с дашей control t и ставим локоть примерно вот так чтобы он не доходил до текста и голова у нее чтобы немножко выходила за границы нашего поста два клика мыши возвращаем прозрачность двух верхних слоев теперь сверху и снизу я создам слои которые будут выходить за границы интерфейса нажимаем на слой с дашей и выбираем new smart объект via copy это нужно сделать для того чтобы когда мы будем редактировать эту копию smart объекта не менялся оригинал перетаскиваем его наверх два клика по вот этой иконке переходим в редактирование smart объекта и выделяем сначала голову голову будем выделять вот этим инструментом quick selection tool чтобы увеличить или уменьшить размер кисти нажмите левый alt зажмите правую кнопку мыши и двигайте мыши влево или вправо размер кисти будет меняться и выделяем этот инструмент достаточно хорошо выделяют границы ну они здесь хорошо видны хотя достаточно сложный объект если вы выделили что-то лишнее нажмите левый alt появляется такой минус и еще раз пройдитесь по этой зоне когда выделение уберется и здесь тоже все когда мы выделили голову нажимаем на кнопку select and mask здесь вверху давайте выберем отображение на белом радиус растушевки пусть будет 1 пиксель smooth 0 пизер ну пусть будет так есть 2 и 2 а вот soft edge давайте уменьшим примерно минус 50 теперь слева выбираем вот этот инструмент уточнить край как то так он называется сделаем кисть чуть побольше и пройдемся по краю волос так проходим и photoshop уточняет этот край ой залез чуть-чуть если также залезли левый alt и пройдемся немножко вот здесь вот так проходим по краю волос но тут нам уже не нужно нам важно только вот эта часть здесь справа можем выбрать в режиме view black and white и мы видим что photoshop уточнил край там где находились волосы растушевал их грамотно давайте вот это уберем вот это тоже теперь вот здесь в самом низу вот в этом выпадающем списке выбираем как мы сохраним вот это выделение я выбираю new layer with layer mask и все нажимаем ok все photoshop создал новую маску в которой белым указано то что мы видим в черном указано то что прозрачное теперь мы сохраняем наш смарт-объект сейв control w закрыть и как вы видите голова выходит за границы нашего поста теперь нам нужно сделать слой с локтем который также будет выходить за границы интерфейса создаем еще одну копию смарт-объекта правой кнопкой мыши new smart объект via copy два клика мыши по голове переходим режим редактирования смарт-объекта так вот этот слой мы удаляем он нам не нужен кнопка delete и теперь выделяем локоть локоть мы будем выделять с помощью пера так как вот этот инструмент волшебная там какая-то кисточка он будет ошибаться скорее всего вот в этих местах и правильно не выделит их когда вы выбрали перо вверху выпадающем списке выбирайте шейп фил давайте уберем заливку и выделяем локоть аккуратно так вот это давайте поправим все а здесь можно вот так вот грубо пройтись теперь делаем выделение этого слоя с нашей формой зажимаем левый контур и нажимаем на вот эту иконку выделили выбираем слой с дашей выбираем инструмент выделения и нажимаем кнопку select and mask так настройки у меня сохранились единственная shift edge я сделал чуть меньше примерно 13 12 также в этом выпадающем списке выбираем new layer with layer mask нажимаем ok сохраняем control с control w закрыть и как видим наш локоть выходит за границы интерфейса теперь осталось добавить тень под локтем и может быть за головой чтобы добавить тень я делаю выделение слоя с локтем нажимаю левый control и кликаю по иконке со слоем выбираю слой вот этот с описанием под фото над ним создаю еще один слой на котором будет тень заливаем этот слой черным цветом выбираем слева черный цвет нажимаем alt delete и таким образом мы залили вот это все черным цветом снимаем выделение control d и вот какая ситуация у нас получилось слой с тенью выходит за границы слоя с описанием под фото чтобы его было видно только там где слой с описанием мы делаем следующее между слоем с описанием и между слоем с тенью нажимаем левый alt и кликаем между ними таким образом мы создали обтравочную маску и теперь только те пиксели которые находятся над вот этим слоем с описанием они будут видны видите давайте немножко размылим этот слой фильтром blur gaussian blur да вот примерно 13 пикселей нажимаем ok и немножко сделаем ему непрозрачность то есть прозрачность процентов 20 или даже меньше процентов 15 теперь давайте здесь еще подрисуем небольшую тень нажимаем на слой с описанием под фото и создаем еще один слой который автоматически стал тоже как бы обтравочной маской потому что находился между этими двумя выбираем инструмент кисть сделаем ей прозрачность примерно 15 флоу около 10 и этой кисточка черным цветом рисуем еще дополнительно тень вот примерно вот так только сделаем ей прозрачность процентов на 50 но вот так можно еще можно выделить эти два слоя control t и трансформировать немного эту тень давайте его так ниже опустим мне кажется будет неплохо вот так пусть будет так и оставляем и может быть еще вот здесь добавим тень над головой точно также делаем выделение слоя с головой выбираем слой вот этой подложки белой создаем над ним еще один слой это будет слой с тенью заливаем его черным цветом alt delete снимаем выделение делаем ему также обтравочную маску над этим слоем размываем его фильтр gaussian blur да пусть будет также и делаем ему прозрачность процентов 15 ну давайте тень где-то вот здесь расположим не знаю насколько она здесь нужна ну пусть будет вот примерно так и так все готово фото можно размещать в инстаграме единственное вот этот текст который здесь находится под фотографии он по смыслу вообще не подходит к самой фотографии я вам сейчас покажу быстренько как это все можно исправить выбираем инструмент текст и пишем здесь текст который вы хотите разместить начинается он с названия вашего аккаунта шрифт который используется в инстаграме это не он очень похож на шрифт робота болт цвет шрифта вот здесь давайте зададим здесь указываю 15 в rgb это будет 38 38 38 окей выбираем инструмент move tool и двигаем текст на начало теперь под текстом создадим новый слой выбираем инструмент выделения выделяем вот эту зону которую мы хотим перекрыть и заливаем это все белым цветом alt-delete снимаем выделение два клика по слою с текстом и здесь пишем продолжение текста единственное выбираем вот здесь настройках шрифта не болт регуляр так но теперь точно готова сохраняемся control с control shift с сохранить как jpeg до заменить файл все теперь точно можно загружать в инстаграм покажу вам также другие макеты которые я делал с моей алисой и вот такой еще вариант с мотоциклом когда колесо выходит за границы интерфейса проявите фантазию я думаю вы придумаете что-нибудь еще такое интересненькое если видео вам понравилось обязательно ставим лайк подписываемся а если еще поделитесь с кем-нибудь кому это действительно нужно это будет самый большой благодарностью за проделанную мною работу всем пока а я лечиться